В этом учебном году в Ульяновском педагогическом университете запланирована реализация сразу нескольких проектов. Все они будут служить главной цели создания эффективной, практической, междисциплинарной системы подготовки будущего педагога. Важным шагом на пути к решению поставленной задачи стало создание на базе вуза регионального центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников. Открытие учреждения пройдет в ближайшие дни. Много интересного ожидает и студентов. Это, конечно, и обновление учебных программ, это появление новых направлений подготовки, ну и, конечно, новые творческие объединения, новые общественные объединения, которые первокурсников ждут буквально с завтрашнего дня. Еще одним событием станет открытие межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетенций. Он расположится в главном корпусе университета на четвертом этаже. Будущий технопарк включит в себя универсально-педагогический IT-кластер, учебно-научные лаборатории, кабинеты цитологии и генетики, соревновательные робототехники, видеостудию, современное оборудование и многое другое. Все это позволит существенно повысить качество образовательного и научно-исследовательского процессов. Ремонтные работы здесь планируется закончить до середины декабря. Настрой, как всегда, боевой. Мы идем только вперед, движемся к новым целям. У нас многое будет обновляться в этом учебном году. Воспитывать и учить будущих учителей начали с первого дня учебного года. На праздничном мероприятии, посвященном Дню Знаний, в большую дружную университетскую семью приняли первокурсников и учеников лицейских классов. Ректор Игорь Петрищев поздравил ребят с началом учебного года, после чего вручил им студенческие и ученические билеты и отправил покорять новый жизненный этап. Все ребята заряженные, готовы приступить к занятиям. Для многих поступить педагогически было главной мечтой и целью, даже если они проживают не в Ульяновске, а в Ханты-Мансийске, как Даниил Курпатов. Я еще с детства хотел пойти именно на учителя. И я выбрал этот институт, потому что у него очень богатая история, очень хорошая исследовательская база. Я, когда ходил по кабинетам, я видел, что здесь много интересного оборудования, которое мне поможет с обучением. Для некоторых студентов путь в УЗ лежал через обучение в университетских классах, как, к примеру, для Александры Еленовой. Я познакомилась с преподавателями факультета иностранных языков. Они профессионалы своего дела. И, наверное, я просто хочу быть как они, продолжать их историю, продолжать традиции. И поэтому я решила поступать сюда. Всего на очную бюджетную форму обучения в этом году было зачислено 750 студентов, что на 153 человека больше, чем в прошлом. Самый высокий средний балл ЕГЭ по общему конкурсу оказался на программах, связанных с иностранными языками, журналистикой и юриспруденцией.